всем привет дамы и господа вы на канале алкаш тайм 2000 ела игрок и сегодня в своем новом видеоролике именно гайду по миражу карте уже непосредственно 20 лет и часто замечаю то что на фейсити типы не умеют абсолютно отыгрывать какие-то дефолт позиции занимать мид выходить ямы условно там тот же самый бы вылетать сегодня мы все это подробно разберем на чем конечно с каких-то базовых вещей базовая вещь это непосредственно игра наверно за те сторону потому что это самое важное и я хочу сказать вам так что вы всегда должны зацеливаться нацеливаться зацикливаться только на своей микре то есть первое у вас должна быть сильная индивидуальная форма чтобы ее набрать необходимо непосредственно играть только на себя ни в коем случае не на команду потому что на команду и все время успеете поиграть если вы пойдете на ту же самую про сцену вас там научит играть в макросмыслим макро понимание игры и соответственно вам надо просто иметь индивидуальную форму фейсит ничем не отличается от обычной то есть мясорубки в варфейсе то есть вы просто заходите это у вас как демк это как разминка главное это набить 20 плюс киллов либо свое вега у меня лично 13 вега я знаю о чем я говорю и так например еще хочу вам отметить что на фейсит можно не соваться если у вас пинг больше 80 то есть это слишком большой пинг вы играть будете всего лишь на 10 процентов то есть если у вас пинг 70 то можете спокойно играть как бы это труда и проблем не составит и так сейчас я наверно покажу дефолтное занятие меда под такой вот смог как никто его не знает то есть у вас типы должны просто бежать мид на плюс в выходить сюда вот эти позиции вы должны дать смог окно как дается смог окно типы этого не знают встаете у мусорки нацеливайтесь вот сюда и просто джамп тру этот смог в окно не долетает он специально промахивается но при этом задумка раунда такова что ваши четыре типа сюда пробегают один по-любому будет стоять манси цикон смотреть да чтобы тут тип не выбежал под ванвей а другие три типа выходят и просто от окна откисают соответственно ваша роль поведения вы кинули смог вы выполнили свою задачу микро у вас отыграна на все сто процентов индивидуально вы сильны не ваша проблема то что смог не залетел вы об этом можете либо говорить но лучше конечно не говорить потому что типы могут убежать потом вы бежите у вас например условно какой-нибудь там глок или дигл подбираете непосредственно калаш или а лапу и уходите сэйвить то есть делаете так самый называемый джейм тайм потому что мы играем на индивидуальную игру джейм тайм можно сделать в следующих оффэнглах первый оффэнгл для джейм тайма это непосредственно вот такой оффэнгл то есть на диване если у вас а в п либо калаш вы можете вот так встать и тут видите микро 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 щелочка вот такая там есть вот микро щелочку вы можете нашивать типа который к вам пойдет либо еще показывал один оффэнгл то есть пробегаете делаете вот такой прыжок проваливайтесь под карту вылетаете сюда заходите в окно тут типа не будет то есть такие могут не читаются и залезаете сюда вот такого то оффэнгл то есть оффэнгл на девяносто шесть процентов не читается если конечно на фейсити тип решит пойти проверить вас на сейв то есть например он будет вот тут чекать-чекать мансить вы его инста убьете если же чел играет мягко аккуратно то он вот так размансится и выйдет на вас на широком но вы в свою очередь стоя в этом оффэнгле должны держать прицел примерно вот по вот этой вот фигне видите там вот эта точечка есть вот этой пачке чипсов по вот этой точечке вы ставите прицел тип на вас выходит и вы просто зажимаете и отдачи пуля в любом случае попадет типу в голову потому что это непосредственно фейсит эта игра это тикрейт вы сами должны понимать как это все работает вот такое вот занятие в меда в свою очередь хочу вам сказать что вы можете типов замутить либо же не мутить а слушать их реакцию по этому поводу потому что но в основном это будет конечно хейт потому что игроки не умеют играть фейсит то есть эта проблема в их глобально индивидуальном плане дальше непосредственно выход теперь в паласы покажу вам за тэп потому что всего есть три модели либо б либо непосредственно мид либо а через две позиции либо палас либо непосредственно пид и есть конечно выход под андер вот выход под андер вам сейчас покажу потому что типы не умеет играть то есть вы можете просто откинуть вот такую флешку акселя недавно посмотрел ее по вот этой фигне она откидывается залетает инста флешит ну соответственно вас и того типа то есть тут шансы 50 на 50 только перестрелять но если у вас сильная индивидуальная форма то вы можете убить первые проходите вот сюда можете бежать на плюс в спокойно типы на фейсити никогда не будут на ранних таймингах пикать и тут теперь тоже не будут стоять потому что они слишком ну бояться этих позиций они не умеют от их отыгрывать вы пробегаете тут нормальный чел словно дал смог окно то есть у вас лежит смог в окне в свою очередь в окне могут играть типы на развеивание то есть один тип может играть вот здесь вот справа вот здесь но тут позиция на смерть типа либо вы делаете kill на залазе либо непосредственно вам прилетает 2х е плюс молик вы умираете в основном вот этот чел который тут стоит он играет на развеивание то есть он ждет кат волк либо может на широком пикнуть мид вам свою очередь что нужно сделать если вы выиграли условно пистолетку и вы на втором раунде идете занимать мид тут лежит уже смог окно инста и тут чел сидит зиглом у вас калаш ваши четыре типа на миду то есть один скоупит это развеивание как раз таки там один кон другой может стоять стул по дефолту этот может в кон пробираться потихоньку распикивать ваша задача ребята на этот раунд не завтыкать потому что вы играете индивидуально сильно вам необходимо сделать вот такой вот прыжок делается он по третьей ступеньке вот так вот до него доползаете чуть-чуть вперед и вот так вот не плохо кинул вот так вот вы должны отдать свой калаш типу который играет в окне потому что этот мов это называется сильно индивидуальная игра в том плане то что вы уважаете своего противника если вы не будете уважать своего противника в игре то соответственно вам будет тяжело в дальнейшем играть а так тип который тут стоит зиглом и получает калаш в руки он видит его выходит на широком убивает вот этого типа добревает вот этого потому что никто не был готов такому повороту событий что у него калаш кто тем самым в игру до игре даете то есть новый шанс то есть новая новую мету потому что этот чем может оживиться либо наоборот подумать что вот этот тип сандра помог потому что думаю что ктшники очень-очень слабые игроки и они будут они начнут потеть но их пота не хватит до условно раунда 15 когда-то начинается у вас уже лютый лустрик то есть у вас есть шанс камбэкнуть с двух с двух пятнадцати до допов хотя бы то есть всегда делайте такой мув ребят я не знаю реально как вот можно играть и не делать таких мув просто кидайте калаш в окно и все раунд выигран так сейчас покажу выход непосредственно в яму часто вижу как типы месяц маки но я не знаю как можно месяц маки вот условно можно кинуть вот такой вот смог на stairs кидается он жанту но это это анти-пуш смог то есть если типы на тот случай если ну так раунд вообще всегда лучше начинать то есть тип пробегая здесь он кидается молик получается а этот молик непосредственно тушится идти пробегает и видишь что тут смог то есть он понимает то что тэшники умные игроки они его ждут но все равно пойдет к нему а вы играете на развеивание и в этого типа вот в таком вот оффэнгли ловите просто инста в голову индивидуально сильный мув ну выход яму я вам не советую типа типы ваши могут тут выйти сдохнуть как бы я лично вам советую в паласах в это время играть если у вас как бы есть дроп можете в паласах занять вот такой вот оффэнгл вот такой оффэнгл я нашел вот так вот по контру чуть приближайтесь главное чтобы так и и пинт на смены рук поставьте вот такой вот оффэнгл то есть типы тут будут выходить всегда на коротком и всегда на коротком сможете его убить либо вы можете если у вас нету гана забрать ган непосредственно степа который у вас умер в яме забираете и просто уходите сэйви джейм тайм это индивидуально сильная игра так что не показал вам а выход под б не показал вам ну то есть выход под б как должен осуществляться вам должны типы скинуть все свои флешки то есть вам условно скидывает тут вот чел флешку тут две флешки короче они идут вчетвером б но они должны на ноге фас лететь а вы даете свою очередь флеш только после того момента как тип уже выпрыгнули сюда да тут тип их может то есть растуле до вот ту тип можно забрать в зиге может тип типик заград на эдварде то есть вот тут мог играть вот тут могут да но вы свою очередь когда типы уже вылетели вы отдаете вот такой флеш бам полетела бам полетела это называется магноли это индивидуально сильный move то есть если вы такие флешки кидаете шанс того что вы выиграете раунд примерно где-то 20 процентов это это нормально для фэйс это для таких вылов то есть тут больше не надо по идее вы также можете в свою очередь если тип тут зол где-то в окне либо его тут убили на титанике на вот это вы можете просто забрать с него коллаж просто вот так разманситься и уйти непосредственно сюда в боапсы и занять вот такой офф энгл вот такой офф энгл конечно неплох типа вас могут прострелить но по вас инфы попался инфе не будут знать то есть вы просто занимать у такого фэнгл стоите ждете игру так теперь я не показал вам наверное что проход на катволк да то есть бывает типы дает вот такой вот смог топкон чтобы выйти катволк но они часто не выходят вам свою очередь я советую что сделать если тип у вас тут начинает проходить шорт просто развернитесь и уйдите ребят я считаю то что катволк нет смысла идти с типами потому что во первых у вас тут угроза тут угроза тут там типы на разве не на развею не играют если вас андр никто не пошел тут по степь может убить вот тут можете сидеть тут это вам не надо принять рисковать мы играем индивидуально сильно мы играем на киллы и уже в последнюю очередь на команду поэтому дико не советую вам этот мув так с ямой понятно с паусом понятно это понятно это понятно как играть за кт то есть дефолтный мув все требуют все время давать флешку на мид я считаю надо флешку давать в кон то есть вот такая летит флеш кон вы от нее отворачиваетесь вот тут вас может конечно про сколпить авика убить но так как типы на фейсите играют с монитором максимум 60 герц он вас не убьет можете спокойно прибегать то есть плюс вы бежите можете мансануть кидаете вот такой вот смог сейчас вам покажу вот по этой черной точке эту черную точку встаете вот такой вот смог кидаете он блочится отсюда и вы встаете на коробку это легендарный ванвей рабса то есть под этот легендарный ванвей играете убиваете вот этого типа непосредственно делаете килл и уходите сейвить куда-нибудь в пит если это выход b игра на очень простая можно отыграть вот такой вот ванвей смог бумача кстати если вы игрок тикета просто даете вот такого смог залезаете если никого через секунды 4 не увидите ли просто уходите в кт сейвить занимайте вот такой вот of angle of angle электроника так непосредственно что вам еще стоит показать а но если у вас тип например написал на фейсите что он будет играть окно а вы не написали хотите играть окно просто если у вас первый спаун подблочить его и все и чего никогда больше не будет играть в окне инста плюсом насчет моликов на развеивание но учитывая то что молики часто стали давать я советую их не давать пускай лучше смог закинуть лучше дать вот такой вот молик на ранних таймингах вот такой вот молик он потушится но при этом создаст вам именно при обладании то есть вашей команды в том плане то что вы потеряли один молик но при этом вы получили лишние звуки и типы тут уже будут фониться за окно то есть они подумают типа дали молик а если дали молик то возможно тип остался это фейк как бы это 300 и кью гейминг если типы подумают вы можете спокойно то есть вот занять вот такой of angle вот такой of angle занимается и просто растулить вот это вот типа все так покажу наверно фишечку секретную называется бесшумный смог на сайт я не советую вам его использовать на всех прямо и фейс это если у вас какая-то проблема прямо присутствует выиграть игру на мираже за т сторону то советую вам конечно его и зануть если как бы у вас нет таких проблем то не изайте просто валв могут увидеть вас забавим потому что это очень сильный мув целитесь по вот этой фигне и делаете именно банихоп распрыжку вот такую вот так вот такую это смог это ребят это смог это и при этом вы когда долетели до сюда вы занимаете вот такой of angle вот такой of angle заняли не фонитесь за зигки фонитесь закон потому что в любом случае если вас убьют вы уже сделали как бы выполнили все роли нет раунд займите вот такой of angle и вот такой вот молик потом кидаете не попал сейчас так по вот этой точке в этом true вот вот такой молик он выжигает ковер ковер позже подожжется и соответственно создаст дымовую завесу типам которые играют джангли этот вот этого века то есть него будет у дома и завеса и он не сможет убить типа в полосе элементарный раунд так игра на bb опорник непосредственно даете вот такой вот молик это от зига это если fast rush от зиг можете дать такой молик вот такой вот х и всегда выкидывайте хая но вам не нужно по вот этой вот точке джанту залетает инста можете под нее кстати пикнуть я покажу полностью заготовку по вот этой точке кидаете с разбега запрыгиваете на машину фастом летит флешка под вас вы спиной к ней типа блайндит и вы на широком на широком и за и заняли вот такой of angle потом ждете когда типы подойдут к вам все бы отыграны занимать вот такие of angle типа я не советую советую вам занять вот такой of angle вот сюда встаете целитесь по этой точке двойной прыжок видите я застакался и и чуть-чуть вперед проходит сейчас но перелетел сейчас вот по этой точке под прыжок все все вот такой of angle займите если чем начнет плантить молик дайте ему просто под ноги и все он обалдеет типа начнет гореть но вы не палитесь они подумаешь из кухни дали бы отыграна как играть зиг никогда не играйте отдавать эту позицию всегда она не нужна также как и мид вот не знаю мид мид вообще в принципе ненужная точка на этой карте пускайте вы проходит типа это же не вам нужно их отбивать на миду типа мид это просто проходная типа темка такая то есть проходной of angle и типа вы тут лучше постойте по принимайте в коне попринимайте там уже на эдварде типа но мид лучше отдавать и всегда ну что ребят если вам понравился вот такой вот гайд советуем подписаться на канал поставить лайк учите а фэнгу учите докидочные смоки учитесь играть развивайтесь потому что реально встречаю очень много проблем в последнее время на фейсити степами все всем хорошего дня всем пока